Медицина – это как наркотик. Я очень удивилась. То есть, один раз попробовав... А вот ваши внутренние ощущения? Светлана, ты должна пойти в инфекционку. Почему вы выбрали профессию медика? Когда я была маленькой, я мечтала быть переводчиком. Ну, это тоже захватывает. Всегда идти вперёд. То есть, идти к своей цели. Немножко потерянным взглядом, наверное. Здравствуйте! Смотрите на экранах ваших смартфонов и ноутбуков IHSM-подкаст. Меня зовут Зарема Мусаева. И сегодня у нас в гостях Светлана Геннадьевна Заседателева. Здравствуйте! Светлана Геннадьевна, расскажите немножко о себе и почему вы выбрали профессию медика. Здравствуйте, Зарема! Здравствуйте, аудитория! Вообще, моя история, она не всегда была про медицину. Когда я была маленькой, я мечтала быть переводчиком. И начала изучение языков. Я именно с этой целью, я думала, что я буду путешествовать и стану профессиональным переводчиком в будущем. Но когда пришло время выбирать профессию, мой папа сказал мне, что это не очень серьёзная профессия быть переводчиком. И мне снова пришлось задуматься о том, кем же я могла бы ещё стать или хотела бы стать, что было бы мне интересно. И размышляя над тем, что помощь людям – это всегда хорошо, я пришла к тому, что, скорее всего, я буду поступать на медицинский и буду помогать людям в будущем. Вот так я пришла в медицину. Ну вот, немножко изучая вашу биографию, я могу сказать, что я очень удивилась, потому что ваш путь начинался с инфекционной больницы нашей республиканской. И насколько я наслышана о этой больнице, это всё-таки очень сложный участок работы. И как школа жизни вообще, как вы прошли эту школу жизни, как это вообще отразилось потом на вас? Вообще это тоже такая интересная история. Я не планировала быть врачом-инфекционистом изначально, я хотела быть офтальмологом, хирургом-офтальмологом, я хотела заниматься глазами, записалась в клинику из Манкулова, меня взяли уже, всё. И в какой-то момент, в последний, мой руководитель, ныне его уже нет с нами, Романенко Александр Иванович, он на каком-то последнем государственном экзамене поймал меня и сказал, Светлана, ты должна пойти в инфекционку. Давай, приходи, это отличная школа, там всё очень интересно, не только всё про инфекционные болезни. И на самом деле, когда я пришла туда работать, я поняла, что инфекционная больница – это не только инфекционные болезни, это и неврология, это и неотложное состояние, это всё немного шире, больше и интереснее, чем просто, как многие думают, кишечные инфекции, гепатиты и всё. То есть это очень хорошая, очень объёмная такая школа, которая прям научила нас смотреть на жизнь немножко под другим углом. Очень интересно было, на самом деле, работать в инфекционной больнице. А вас вот не оттолкнула вообще вот эта тяжесть вот этой медицинской работы? Вначале, ну, понятно, что вы молодая, думаете о каком-то там другом своём будущем, и тут вы приходите в обычную нашу республиканскую больницу. Это не отталкивает начинающего медика? Вы знаете, вообще, конечно, очень много противоречивых было изначально чувств, потому что все мы были насмотрены кинофильмами, о врачах, в красивых больницах, в красивой форме. О том, как это было всё суперинтересно, и когда ты бежишь с каталкой, спасаешь кого-то. Когда ты приходишь в свою какую-то реальность, конечно, немного, может быть, ожидания не совпадают с тем, о чём ты себе намечтал. Но у меня были очень хорошие учителя, и сейчас я с ними вижусь иногда, уже не так часто, как раньше. Это те врачи, которые оказывают ежедневно помощь нашему населению, невзирая на сложности, невзирая на какие-то, знаете, иногда, может быть, не такие условия, какие бы нам хотелось. И когда ты видишь вот эту искренность и открытость по отношению к людям, просто человечность, гуманность, ну, это тоже захватывает. И в какой-то момент я поняла, что, когда я ушла в декрет с первым ребёнком, меня очень сильно тянуло на работу. Медицина – это как наркотик. То есть, один раз попробовав, вы потом постоянно хотите вернуться в это же состояние, потому что чувствуете свою приверженность к тому, что вы делаете что-то очень важное в жизни. Опять-таки, вот про вашу биографию. Вот за кулисами вы сказали, что вы начинали с ассистента, и сейчас вы добились больших таких, так скажем, высот до заведующей ассимуляционного центра. Скажите, вот, опишите свой путь от ассистента и до сегодняшнего дня. Ну, ещё будучи ординатором в инфекционной больнице, я попробовала преподавать студентам. Я преподавала студентам Кыргызско-Славянского университета и поняла, что мне нравится вести педагогическую деятельность тоже. И далее так сложились обстоятельства, что я попала в Международную высшую школу медицины и продолжила уже с нашими студентами, со студентами-иностранцами, так как у меня были языки, поэтому английский язык мне помог. И на самом деле я тогда ещё даже и не знала, у нас даже в проекте не было, что будет симуляционный центр, что мы будем вот так развиваться стремительно, что наша школа разрастётся, и мы займём какую-то лидирующую позицию. Тогда мне было просто интересно. Тогда мне было интересно преподавать. Меня захватывал этот процесс. У меня каждый день были какие-то интересные случаи, которые я могла рассказывать студентам. Я могла их вводить в отделение, показывать на реальных пациентах, что происходит, какие процессы, как мы видим изменения, как мы можем лечить, какая диагностика. Всё это было очень интересно для меня. Я с удовольствием приходила на работу, я с удовольствием делилась своими знаниями. и не думала тогда, что как-то всё выстроится вот по такой траектории, которую сейчас мы с вами можем отследить, оглядываясь назад. Ну, пока то, что вы рассказываете, это про то, что, в принципе, куда бы ты ни попал, это вот везде нужно просто любить своё дело, свою работу, быть более увлечённым. И вот рано или поздно, то есть ты к чему-то придёшь, к тому, что тебе в итоге будет очень нравиться. Что вы можете посоветовать молодым начинающим медикам, которые, возможно, где-то подразочаровались, где-то ожидали чего-то большего или лучшего? Что вы можете сказать? Ну, здесь я бы хотела посоветовать не сдаваться, это прежде всего, и выбрать для себя какую-то область, которая будет приносить удовольствие. То есть я нашла свой интерес через преподавание. Я нашла своё предназначение, не побоюсь этого слова, в том, чтобы делиться знаниями и всё-таки в коммуникации преподаватель-студент я всё-таки увидела себя. И, конечно, любую работу нужно делать хорошо, неважно, где ты находишься, неважно, на каком этапе своего развития ты сейчас стоишь. Будь ты начинающим студентом первого курса или же ты уже где-то на исходе своей учёбы или наоборот, может быть, в ординатуре. Нужно просто делать, не думать о том, как это, что это. Я считаю, что нужно делать то, что ты делаешь, всегда или стремиться хотя бы к этому. И в любом случае это приведёт к результату, к тому результату, который должен быть. А кто или что вас вдохновляет сегодня, на сегодняшний день? Вообще я всегда вдохновляюсь людьми, которые меня окружают. На самом деле меня окружает очень много классных людей. То есть это и мои коллеги, это коллеги, которые старше, которые всегда что-то привносят интересное, которые с высоты своего опыта и благополучия в своей какой-то реализации они могут прийти и сказать «Светик, давай вот сюда!» Или там «Света Геннадьевна, давайте попробуем вот это!» И я считаю, что это очень классно, когда мы можем двигаться в разные стороны, то есть пробовать разные направления, следовать различным идеям, следить за мировыми тенденциями и развитием и тоже стремиться что-то привносить в свою жизнь повседневную. Я вдохновляюсь вот этим. Вот наблюдая за вами, я могу сказать, что вот такой некий эталон современной молодой женщины, которая совмещает и семейную жизнь, и руководящую должность, и при этом я вот из вашей биографии прочла, что вы еще защищаете кандидатскую. Как вы успеваете это все совмещать как вот не выгореть в этой ситуации? Расскажите, как у вас получается соблюдать баланс этот? Ну, вы знаете, каждому событию есть свое место в жизни. Когда-то я начинала вот с Романенко Александром Ивановичем, мы с ним начинали этот путь, путь защиты, и мы его не закончили. К сожалению, он ушел из жизни, и та тема, которую мы выбрали со временем, стала неактуальной. Я немножко отошла от этого. Я ушла больше, может быть, в семью, в работу и как-то дала время себе созреть для вот этого такого, знаете, рывка. То есть для меня защита кандидатской диссертации это тоже такой рывок в жизни, времени, но мне хочется, чтобы все-таки моя работа, она была полезной, прежде всего интересной для меня, для того, чтобы была энергия сделать и завершить ее, начав завершить, и для того, чтобы она все-таки была полезной для общества, для студентов, возможно, для наших, для коллег. вот, поэтому сейчас я выбрала немного другое направление и начала подготовку в направлении именно симуляционного оборудования в медицине и развития симуляции. То, что мне сейчас интересно, близко и надеюсь, что моя работа будет иметь успех. А есть у вас в таком плотном графике время для своего хобби, для своих каких-то увлечений, можно совсем отдаленных от медицины, от образования? Ну, вы знаете, когда как-то вот наплывает работа, да, когда немного жизнь превращается в рутину, чего мы все, наверное, очень сильно боимся, я, конечно, пытаюсь остановиться, осознаться и где-то найти какую-то небольшую лазейку для того, чтобы заняться чем-то совсем не связанным ни с семьей, ни с работой перезагрузиться, посетить какой-то тренинг по саморазвитию или же пойти на мастер-класс по живописи, я очень люблю рисовать и иногда хожу на занятия по живописи для того, чтобы возможно воплотить какие-то свои эмоции, какие-то свои идеи на холст нахожу время, то есть как-то стараюсь сделать так, чтобы вот это выгорание не наступало, сменять деятельность, активность менять. Если вернуться к вашей профессии, к вашей работе, какие тренды по лечению или профилактике инфекционных заболеваний вы наблюдаете, следите за какими-то новостями в этой области? Ну вообще у нас конечно сейчас медицина никогда не стоит на месте и фармацевтические компании очень активно работают и очень активно заполняют рынок. Поэтому инфекционные болезни это вот конечно антибактериальные средства, новейшие какие-то средства, противовирусные средства, которых сейчас очень-очень много на рынке и мы можем выбирать новые эффективные средства для того, чтобы лечить наших пациентов. и это очень радостно мне всегда, потому что отслеживая какие-то новые тенденции, мы понимаем, что сейчас мы можем лечить даже те заболевания, которые раньше считались неизлечимыми или против которых раньше у нас не было никаких инструментов для того, чтобы иметь хороший результат, положительный результат. если говорить о симуляционном центре, вообще как симуляционный центр, симуляционные тренинги могут помогать в обучении, в образовании будущих медиков, что это дает для более качественного образования? Ну, вы знаете, сама идея создать симуляционный центр, она, конечно, возникла на фоне того, что мы перестали ходить в клиники, да, у нас появились новые законы о правах пациентах, о том, что мы это неудобно, пациенты перестали давать возможность работать у постели больного, и поэтому, конечно, создание симуляционного центра это большой прорыв вообще, я считаю, в мире медицины и в мире медицинского обучения для студентов. Это возможность студенту приходить и отрабатывать практические навыки в любом направлении, которое ему интересно, столько времени, сколько ему нужно это делать. То есть это такие возможности, которых раньше даже мы, будучи студентами медицинского вуза, не имели. Это, конечно, очень такая большая перспектива и для нашего вуза, и вообще в целом, если говорить о симуляционном обучении, это очень здорово. А вот изучался какой-то международный опыт при создании, то есть вы ездили, изучали оборудование? Да, когда появилась идея создания симуляционного центра, мы ездили и в Питер, и в Москву, смотрели Сеченовский симуляционный центр, и в Москве мы тоже смотрели несколько симуляционных центров, и в принципе мы от них какие-то идеи тоже взяли при создании нашего симуляционного центра. Поэтому да, конечно, мы изучали, смотрели, как работают. А вы тренинги проводите, студент с первого курса проходит эти тренинги, или с каких-то более поздних? Да, студенты приходят к нам с первого семестра, с первого курса, со второго семестра в основном все студенты у нас обучаются, и вплоть до последнего семестра, до десятого. Поэтому мы разделили направление в нашем симуляционном центре в соответствии с теми запросами, потребностями, которые у нас существуют на каждом семестре обучения. А есть разница, то есть вы же наверняка учились до того, когда в вузах появилась симуляция, да? То есть какая разница? Можете более таким, тем, кто не понимает, так скажем, объяснить, в чем разница? Конечно, разница большая. Когда мы были студентами, симуляции у нас не было. Мы учились либо друг на друге, либо большую часть времени в отработке практических навыков мы проводили в клинике. То есть приходя на занятия, когда уже после третьего курса, это были клинические базы, и мы занимались в клиниках. Отрабатывали с живыми пациентами, с конкретными случаями, которые нас прикрепляли наши преподаватели. И, конечно, это колоссальная разница. С одной стороны, мы учились сразу работать с живыми пациентами, с больными людьми. С другой стороны, это тоже были какие-то барьеры. У кого-то были языковые барьеры, у кого-то были возрастные барьеры. Очень часто даже тогда уже пациенты говорили нам «Я устал, я не хочу, я сейчас не могу, пожалуйста, уйдите». И это тоже ограничение своего рода, когда ты не можешь в полной мере что-то сделать, отработать какой-то мамок. Сейчас в большом тренде искусственный интеллект, виртуальная реальность, сейчас это везде, в основном сейчас пока в творческих профессиях. Что сейчас происходит в области медицины в этом вопросе? Сейчас в медицине тоже очень много изменений. Высокотехнологичные роботы, например, виртуальная реальность также используется и в обучении студентов первых курсов, вторых курсов. То есть сейчас, например, мы тоже думаем о том, чтобы закупить такую программу, которая позволила бы студенту изучать анатомию и физиологию в виртуальной реальности. Расскажите немножко про сотрудничество МВШМ в области инфекционных заболеваний, может, каких-то других в области симуляции, и как это помогает в развитии образования. наше сотрудничество, оно сейчас больше направлено на поиск партнеров, которые поставляют нам симуляционное оборудование, и также мы еще одно направление сейчас охватываем, это сотрудничество по предоставлению различных тренингов международных по оказанию, например, первой медицинской помощи, сердечно-любочной реанимации, дефибрилляции с привлечением специалистов из других стран, из Казахстана, из России, из Европы. С 2021 года у нас есть такое партнерство, мы очень успешно сотрудничаем с Центром Корпоративной Медицины, который обучили уже основной штат Международной Высшей Школы Медицины, и мы продолжаем обучать желающих преподавателей, кто хочет, и сейчас мы также в качестве поощрения эти тренинги проводим для студентов-отличников нашего вуза, которые тоже уже три тренинга у нас уже успешно прошли, со студентами в том числе. Также партнерство у нас с компаниями Эйдос, которые предоставляют высокотехнологичных роботов. Нам в прошлом году мы закупили три таких робота по трем направлениям. Педиатрия мы закупили новорожденного, терапия это полнорастовой пациент, который отвечает полностью всем запросам и наших студентов, и наших преподавателей. На нем мы можем отрабатывать очень много клинических случаев, начиная от терапевтических работ у постели больного, ауккультация, перкуссия, как правильно задавать вопросы, вплоть до реанимационных, до неотложных состояний. И также у нас есть новый высокотехнологичный лапароскопический аппарат, который мы брали для постдипломного обучения, для ординаторов, для интернов, для врачей нашего вуза и не только, нашей страны также. То есть наше партнерство оно сейчас растет, расширяется вот по этим направлениям. Всем известны сериалы связанные с медициной, то есть Доктор Хаус, Интерны и так далее. Это очень всегда популярные такие сериалы, потому что там есть такая некая образ спасителя, который всегда всех спасает, приходишь к Доктору Хаусу, он сразу с первого разговора уже делает, ставит диагнозы. Можно ли сказать сейчас, что то, что предоставляет МВШМ, в том числе симуляция и другое, оно позволяет по истечению пяти с половиной лет к тому, что, конечно, не тот уровень доктора Хауса, но на достаточно высоком уровне подготовить и вообще какие есть проблемы и вызовы по подготовке студентов? Можно ли сказать, что пять с половиной лет это достаточный период для того, чтобы быть на довольно таком высоком уровне дипломированным специалистом? Ну, вы знаете, за пять лет это, конечно, не такой большой срок, чтобы сразу выйти готовым спасателем и как докторе Хауси просто сразу быть каким-то сверх человеком или сверх доктором, но я считаю, что пять лет этот период обучения наших студентов в нашей школе и вообще в медицинском вузе это достаточный срок для того, чтобы получить хорошую базу, базу знаний, базу каких-то умений, навыков для того, чтобы в дальнейшем определить себя в какую-то область, то есть выбрать какую-то специализацию и уже дальше продолжать свое обучение, продолжать свою деятельность практическую. А вы дальше отслеживаете путь, допустим, таких наиболее успешных студентов, как они дальше продолжают свой путь? Да, конечно, у нас есть международный отдел, который следит за успехами наших выпускников и с ними держит постоянную связь, мы очень часто их сюда приглашаем, к нам, чтобы они тоже посмотрели, что мы развиваемся, как вообще идет обучение, что нового стало, что было, чтобы они тоже видели, могли сравнить. И я знаю, что наши преподаватели также выезжают на встречу с выпускниками для того, чтобы как-то поддерживать с ними связь, коммуникацию и дальше отслеживать их путь, где они работают, как. А вот ваше внутреннее ощущение, когда вы видите, что ваш ученик добился каких-то больших результатов, больших успехов, что ваше личное чувство? Ну, это, конечно, очень, это всегда большая радость, это как переживать за своего ребенка, которого ты вкладывал определенное время, знания, где-то поддержку, то есть коммуникация со студентом, это же не только передача знаний, как через блютуз мы получаем просто информацию и все, мы же все живые люди и за то время, пока они проходят через наши руки, очень много ситуаций каких-то различных случается, и иногда они просто приходят за советом и говорят, вот как мне поступить здесь, или просто делятся своей радостью, своей влюбленностью, может быть, какой-то, может быть, своим стремлением они говорят о том, что вот я хочу поступить в вуз в Америку или в Европу, мне вот нужно вот это, ну как вы думаете, я вот переживаю, я хочу, но я там боюсь, или какие-то сложности есть, то есть это всегда коммуникация, она немножко шире и глубже, и поэтому, когда ты видишь, что у него что-то получилось, что твой студент, вот все-таки он не сдался, дошел до цели, что он сейчас сдал что-то, какой-то очередной свой экзамен, и стал еще на один шаг ближе туда, вот к своей мечте, но, конечно, это очень большая радость. Вот буквально пару дней назад мне написал мой студент, который закончил обучение в нашем вузе в 2019 году, и сейчас он в Америке, то есть он там сдает последовательную цепочку экзаменов для того, чтобы остаться там, работать, вот, и он написал, что он вот еще один экзамен сдал, и стал еще ближе на шаг к своей цели. Конечно, это радость, это большая радость. Я стараюсь держать связь со студентами, независимо, когда они закончили. Я работаю с 2009 года в Международной Высшей Школе Медицины, вот, поэтому у меня много студентов, которые уже давно работают врачами, которые все равно поздравляют с каждым праздником, и с днем учителя, и с днем рождения, и с ноурузом поздравляют, и с 8 марта, и это всегда так тепло и приятно, потому что, ну, ты понимаешь, что ты что-то, какую-то роль в его жизни ты тоже сыграл, ну, надеюсь, положительную, надеюсь, что это помогло ему в становлении его не только в его профессии, но и как личности, как человека. Тем более, что они приезжают в чужую страну, в другую культуру, и мне кажется, где-то даже в вас срабатывает материнский какой-то инстинкт по отношению к этим детям, которые с таким немножко потерянным взглядом, наверное, пытаются здесь получить образование, ну, и, наверное, тогда в завершение я хочу задать вопрос, вообще поделитесь какой-то мудростью, может быть, советом для тех, кто, возможно, только в начале пути, который только вот выбрал путь медика, понятно, что перед ним очень большой путь, очень большая там учеба длительная, расскажите, вот, может быть, своим каким-то секретом поделитесь. Ну, как напутственное слово и нашим, может быть, студентам, и тем студентам, которые хотят или уже стали медиками, студентами-медиками, я имею в виду, это, ну, во-первых, прежде всего не отступать от своей цели, не отступать, слушать себя, слушать свое сердце, вот, куда ведет внутренний голос туда и идти, ну, и, конечно, работать над собой каждый день, то есть, без этого, к сожалению, ничего не получится, иметь только мечту и ничего не делать, это, скорее всего, такой путь никуда, вот, поэтому не сдаваться, любой путь, он, любой, любой человек на своем пути, он встречает и сложные моменты и какие-то легкие моменты, то есть, все, все нужно принимать с благодарностью, с радостью и всегда идти вперед, то есть, идти к своей цели, не сдаваться. Ну, и расскажите тогда вот о своей, может быть, цели, мечте ближайшей, может быть, которую вы хотели бы исполнить, может быть, в личной жизни или в профессии, или вообще, может быть, про что-то другое? Ну, вообще, конечно, сейчас у меня несколько есть задач, если говорить о моей жизни, это расширение, покупка квартиры, то есть, это вот прям такая очень важная задача номер один, потому что, да, у нас трое детей уже сейчас, и нам, конечно, нужно расширяться. Вот, то, что касается работы, это наш симуляционный центр, я мечтаю, что он разовьется до таких масштабов, и мы сможем его поднять до такого уровня, когда мы сможем не только студентов нашей школы обучать, но и сможем проводить тренинги по повышению квалификации и для младшего медицинского персонала, и для среднего, и для врачей, в общем, планов очень много, идей очень много, целей много, моя кандидатская диссертация тоже входит сюда в список моих целей и задач на ближайшее будущее, вот, тоже хотелось бы, конечно, ее завершить успешно, вот, пожалуй, так, спасибо вам за беседу, я старалась максимально минимизировать вопросы про вашу профессию, но, тем не менее, мы, я думаю, что достаточно поговорили про медицину, про образование, ну, на этом до новых встреч, я думаю, что мы еще там в каких-то других форматах с вами еще встретимся, спасибо вам за рема, и, ну, я надеюсь, что это не последняя наша с вами встреча, ну, спасибо вам за просмотр, ну, а вы подписывайтесь и ставьте лайки и делитесь с вашими друзьями, до новых встреч! до новых встреч!